Девушки отдыхают У торпеда хватало изменений в составе, хотя они были и вынужденными В сборную Армении уехал Аганезиан, в сборную Белоруссии Павловец Поэтому в центре защиты появился Климович, на правый фланг полузащиты переместился Афанасьев А место на левой бровке занял Алексеевич, освободив позицию в центре Андрею Хачатуряну Отбыл дисквалификацию правый бег Владимир Щерба и вышел в старте А вот Клопотского, закрывавшего эту позицию в понедельник, вовсе не оказалось в заявке Свадьба Клопотского? Ну, Клопотского Это реалии белорусского футбола, добавил Александр Ермакович Хотя очевидно, что подшучивать над Клопотским в этой ситуации нельзя Ведь Евгений свадьбу назначил на дату, когда чемпионат перерывается на международную паузу Вряд ли он мог представить, что в этот день придется играть перенесенный матч-кубка с Батте Так что счастья молодым Теперь смотрим на состав Батте и там тоже много изменений Изначально понимали, что здесь обязательно надо было нам ротацию делать, сборников не было и многие игроки уже достаточно много игр провели, им нужна была, скажем так, передышка Справа в защите вышел Дмитрий Бага, впервые после травмы сыграл Юрий Цабулят Получили игровую практику Яблонский, Березкин, Мухамедов и Туоминин Яссы вышел на правый фланг полузащиты Вообще его основной амплуа, то, что он вышел справа, то есть мы его брали как правого атакующего игрока То есть мы вынуждены его использовали в центре нападения, а так это его достаточно привычная позиция Видно, что Туоминин перспективный парень, но весь сезон смотрится как инородное тело Спрашиваем, какие у него перспективы на следующий сезон Я уверен, что он принесет пользу нашему клубу Очень сложно, сложно проходит адаптация у него, во-первых, и с языком Тяжело всегда, то есть финские футболисты такие Английский язык максимум, общение, минимум общения с партнерами Непривычная среда, то есть, и, конечно, самая основная проблема, это то, что он получил травму, которая выбила его на три месяца Вот это вот самое основное, потом тяжело набирать Команда на ходу, но уверен, что у него задатки очень хорошие, и он принесет пользу А есть кто-то из партнеров, кто его опекает? Это Милунович у нас капитан всех легионеров, он хлопотится за всех у нас, и ясит, не исключение Игра получалась равной, хотя действия торпеда выглядели осмысленнее Важным фактором была сыгранность, и это шло в минус Батэ Поэтому гол с Зубовичем выглядел вполне логичным Александру Ермаковичу ничего не оставалось, как выпускать лидеров На поле появились и Ванич Сигневич, и Гордейчук Когда в Батэ вышли, так скажем, игроки замены и усиления, и мы начали делать замены, то, конечно, сразу почувствовалась разница в классе Потому что у нас просто некому было выйти, так скажем, для того, чтобы усилить Ни опорных не было ни одного, ни, так скажем, игроков фланговых не было По разным причинам, поэтому, и, говорится, чувствую, что если мы победу упустим в свое время, то дальше это уже будет просто, ну, так скажем, из области фантастики Последняя минута матча – подача с фланга Николай Сигневич работает как молоток, и зрители готовятся к дополнительному времени В экстратайме случилось то, о чем волновался Олег Кубарев Батэ доминировал, имел много шансов, вышел вперед 2-1, а потом еще Гордейчук не реализовал пенальти Силы заканчивались, потому что мы на основное время все силы отдали, мне кажется, как бы Чуть-чуть не хватили, всего лишь одна минута, очень обидно Еще одним ударом по жутинцам оказалась травма Зубовича Вместо Егора появился молодой Краснов Удар был в область сердца, и он почувствовал, что голова начала кружиться, то есть ему нужна была помощь медицинская На Кубок большая ставка уже наделалась? Ну да, у нас была задача пройти Батэ любой ценой и дальше двигаться в Кубке Батэ дважды за неделю обыгрывает Торпеда, но кажется, что главная победа Борисовщан была не в этих матчах Три очка вернули, обыграли 6-0, интрига, интрига сохраняется до последнего тура, поэтому, конечно, радуйся Субтитры сделал DimaTorzok